Приветствую вас! Люди часто заводят разговоры о кварцевых составах. Я признаться отошел от этих покрытий, но вам они интересны, а у меня накопился целый ряд. В этом ролике я постараюсь показать, как они наносятся, как работают, сколько служат и есть ли между ними разница. Подопытным, как это часто бывает, станет мой дастер. Сейчас машину как следует отмою, а закончив, тут же примусь за тест. Грязи немного и процесс пройдет быстро. Сперва чистка колес со специальным очистителем Pure Wheels. С правой стороны все еще держатся чернители с предыдущего теста, и можно заметить, что в таких условиях пышной пены не взбить. Следом идет нейтральный шампунь для первой фазы Gentle Soap. Наношу его прямо поверх предыдущего состава. И смываю все разом. Для сравнения, здесь слева чернителей нет, и пена от Pure Wheels получается намного гуще. Меня спрашивали, какую щетку для арк купить, если машина низкая и ничего не лезет. Пользуйтесь колесным ёршиком, это самый лучший вариант. Тот же Gentle Soap работает и по кузову. На вторую фазу ручной шампунь Cola Bay от все тех же Foam Heroes. Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы не растягивать видео, мойку я показал коротко. Очистку от битума и металлических вкраплений вовсе оставляю за кадром. Зрелище было скучным. На канале есть куда более эффектные чистки. Теперь непосредственно тест. Водительскую сторону я сделаю максимально занудно, с обезжириванием. Кроме того, буду разносить кварцы губкой. С пассажирской стороны будет самый ленивый вариант. Пшикнул, смыв. Если в одном из сценариев покрытия будут работать лучше, мы это увидим. Кузов мокрый. Начинаю с Matte Drops от Foam Heroes. Здесь и далее наношу состав как на губку, так и на детали. Следующий, Fast Quartz от Shine Systems. Этот гидрофобный состав появился у меня первым, и с Matte Drops уже сравнивался в ролике про Ниву и космонавтов. Квазар от Space Cosmetics ранее у меня на канале не был. Ощущения от скольжения губки во всех случаях примерно одинаковые. И только Quartz Flash от Smart Open показался не только скользким, но и одновременно плотным. Едва ли не маслянистым. С6 от Leraton многие считают чуть ли не лучшим из отечественных кварцев. Оттого попробовать его впервые вдвойне интересно. И Chemical Russian Fast Quartz. Его я уже показывал в ролике про большую Тойоту, но за той машиной не наблюдал, и о работе покрытия пока знаю немного. Чтобы не подсушить кварцы на кузове, работать пришлось быстро. Пять из них смываю водой под высоким давлением, стараясь сделать так, чтобы не допустить смешивания одного с другим. А Fast Quartz от Chemical Russian смываю низким давлением, как говорится в его инструкции. Сушу кузов петельным полотенцем, переворачивая его для каждой новой области. Все 6 кварцев дают кузову ощутимую гладкость и легкую сушку без разводов. По необработанным элементам полотенце заметно тормозило, даже несмотря на то, что они идеально чистые и практически не имеют царапин. Визуально заметить разницу между покрытиями очень трудно, а передать ее камерой невозможно, по крайней мере на ухоженной машине. Блеск кварцев я считаю величиной субъективной и заострять внимание на нем не стану. С пассажирской стороны, как и говорил, нанесение будет максимально ленивым. Ни обезжирки, ни губки, ни низкого напора воды в случае с Chemical Russian. Пшикнул, сбил высоким давлением, высушил. Только последовательность обратная. Начал с Fast Coat, а закончу Mad Drops, чтобы каждое из покрытий побывало на разных областях кузова. Затем я выждал несколько часов и выгнал машину на улицу. Тут можно отойти подальше и увидеть побольше. На правом борту, где я не разносил кварцы губкой, нет четких границ от скотча, и гидрофобные свойства в пределах каждого участка неоднородны. Однако во всех случаях вода сходит с поверхности исправно. Где-то ручьями, где-то шторой. С водительской стороны вертикальные границы, на которых был скотч, обозначаются очень четко. И водоотталкивающие свойства в пределах каждой области равномерны. Как ведет себя вода на необработанной машине, можно судить по кусочку заднего крыла. Разница в поведении воды на каждом из кварцев заметна и хорошо видна на этих кадрах. Сушится машина очень легко и без разводов. Пока я работал над Туарегом, Дастер неделю стоял без движения и собирал пыль. Я смыл ее без химии и теперь гидрофоб таков. Количество пыли не показывают, так как она копилась статично и только введет вас в заблуждение. На ходу картина была бы другой. Скажу лишь, что особой разницы между областями я не заметил, а после первой мойки пыль почти не тянется. Следующая мойка была уже спустя две недели и примерно 700 км пробега. Водительская сторона, где составы разносились губкой. Это гидрофоб после полноценных двух фаз с нейтральными шампунями на каждом этапе. И пассажирская сторона, где губка не участвовала. Позади еще одна неделя и еще одна мойка. На этот раз была щелочная первая фаза и нейтральный ручной шампунь. На водительской стороне вода еще сходит, но уже шторой. Где-то все еще быстро, где-то очень медленно. Составы на задней двери скидывают воду ощутимо быстрее. На передней вода задерживается дольше. С пассажирской стороны, где нанесение было ленивое, кварцы на задней двери уже сдались. На передней вода еще сходит, но очень медленно. Я не стану выделять победителя. Думаю, что показанные кадры позволили вам самостоятельно сделать выводы. В ваших условиях картина может быть иной. Ведь у всех нас разные дороги, разные пробеги, климат и условия мойк. Как видно из теста, срок службы зависит не только от способа нанесения, но и от области нанесения. А устраивать дополнительный цикл мойки, затягивая выпуск ролика еще на неделю, уже бессмысленно. Потому как от быстрых кварцев требовать большего и не стоит. Отработали и пора обновлять. Однако разносить губкой я все-таки советую. Это не долго, но оправдано. В следующих роликах продолжу знакомить вас с новыми брендами. Буду в первый раз пробовать старые и для некоторых хорошо знакомые торговые марки. А также покажу очередные работы над машинами, которые пройдут через мои руки.